Глава региона Игорь Руденя в преддверии праздника Дня России, который страна отметит 12 июня, вручил государственные и региональные награды выдающимся жителям Верхнего Лжья. Обладателями наград стали руководители крупных предприятий, медики, работники сельского хозяйства и транспортной отрасли, многодетные родители, а самые юные жители Тверской области получили свой первый документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Самой высокой награды удостоился руководитель Тверского издательско-полиграфического комплекса Павел Арсеньев. Ему вручена медаль за заслуги перед Отечеством первой степени. Своим главным достижением директор считает рост масштабов производства, ведь каждая пятая книга в России выпущена у нас, в Твери. Но это не предел, делится директор. Впереди не менее грандиозные планы по расширению. Думаю, что в мире есть 4-5 типографий, которые будут нашего уже размера после расширения производства. В цифрах это будет значить 150 дополнительных высокооплачиваемых рабочих мест, 2 миллиона экземпляров книг каждый месяц. Твери еще больше укрепится, как полиграфическая столица России. Еще государственных наград удостоились работники здравоохранения и сельского хозяйства. Благодарность президента вручена водителю автобуса транспорт Верхневолжья. А 10 жителей Верхневолжья были отмечены наградами Тверской области. Среди них подполковник, житель Торжка Геннадий Петрович Галяков. Он уроженец Приморского края, почти 10 лет живет и служит на Тверской земле. Активно занимается патриотическим воспитанием молодежи. Горжусь тем, что в этот день, накануне Дня России, из рук губернатора Игоря Михайловича, получить одну из, наверное, самых высоких наград Тверской области. Это не только моя награда, это награда всего нашего дружного коллектива. Знаком губернатора во благо земли Тверской отмечен многолетний труд директора Тверской областной картины галереи Татьяны Куюкиной. Она отдала культурному центру Верхневолжье более полувека и 35 лет из них служит на посту директора. Я просто работаю, работаю, да, любимой работой занимаюсь в любимом месте. А еще, оказывается, это кто-то еще видит. Важно, когда отмечают работу. Весь коллектив наш будет реагировать на это, то есть, как какая-то кнопочка еще для одного подъема. Кроме того, почетные звания работников получили педагоги и сотрудники сферы ЖКХ. Отмечены были и заслуги многодетных родителей. Отец шестерых детей из Калядина, Александр Селиверстов, был удостоен почетного знака славы отца. А мама пятерых детей из АТО Озерной – слава матери. А вот юные жители Верхневолжье, которые недавно отметили 14-летие, получили паспорт гражданина России. Документ вручил глава региона Игорь Руденя. Среди них спортсменка, активистка и вокалистка Полина Малолетенкова из Ржева. Волнительно, потому что такое у меня впервые. Первый официальный документ из моего города. Я приехала одна. То, что выбрали именно меня, наверное, заслужила. Это событие, которое запомнится ребятам на всю жизнь. Игорь Руденя поблагодарил всех, кому вручены награды. И эти достижения, как подчеркнул губернатор, служат ориентиром для молодых людей, которые сегодня получили главный жизнедокумент. Мы гордимся тысячелетней историей, великой культурой нашего Отечества. Храним твердую приверженность нашей вере и нравственным ценностям. Чтим ратный и трудовой подвиг многих и многих поколений. В решающие моменты истории нашего народа всегда плечом к плечу наши граждане, наши люди самоотверженно отстаивали и защищали независимость страны. И сегодня в наших сердцах живет любовь к отчизне на серьезных ежедневных примерах. Игорь Руденя вручил государственные региональные награды 21 жителю Верхнего Ужья. Также глава региона поздравил гостей с наступающим праздником Днем России.